Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова и с вами я, Александр Сударев. Сегодняшняя тема очень интересна. Мы поговорим о асинхронных электродвигателях. Для тех, кто не знает, компания Sowellmash занимается разработкой и проектированием абсолютно новых перспективных асинхронных электродвигателей, которые построены на базе технологии совмещенных обмоток Славянка. Это говорит о том, что двигатели получают уникальные характеристики, такие как повышенный ресурс, повышенная мощность и повышенная энергоэффективность. При всем при этом для производства одного такого двигателя затрачивается намного меньше электротехнической стали и меди, нежели чем в стандартном решении. Для примера из трех стандартных асинхронных электродвигателей можно сделать четыре асинхронных электродвигателя, построенных на базе технологий Славянка. Ну а теперь я предлагаю перейти непосредственно к делу. Сейчас мы находимся в намоточном цеху Sowellmash. На заднем фоне от меня вы видите стол обмотчика. Это то место, где происходит намотка двигателей и, конечно же, составные элементы любого асинхронного электродвигателя. Давайте разбираться, зачем нам это сейчас нужно и почему мы здесь. Сперва давайте поймем, что входит в состав любого двигателя. Конечно же, это корпус. Корпус в данном случае пустой, как вы можете видеть. Это корпус стандартного классического двигателя, после чего мы можем наблюдать пакеты статора, как стандартного, так и нашего производства. Оснастка, с помощью которой мотаются катушки, которые, в свою очередь, в дальнейшем будут составлять обмотку. Теперь давайте поподробнее остановимся на оснастке. Для того, чтобы намотать любую катушку, необходимо получить саму оснастку. В нашем случае мы изготавливаем ее самостоятельно за счет применения наших аддитивных технологий, в частности 3D принтера. После того, как мы подготовили необходимое количество, оснастка устанавливается на специальную направляющую и далее отправляется в намоточную машину для того, чтобы произвести саму намотку. Результат вы можете видеть здесь. Также обратите внимание специальные технологические прищепки, которые позволяют в аккуратном виде хранить нашу с вами катушку. Теперь давайте перейдем непосредственно к железной части двигателей. Это пакет статора и пакет ротора. Если мы посмотрим на стандартный пакет статора, то нашему взору открывается очень много интересных нюансов. Первый — это, конечно же, довольно большое обилие технологических выемок, которые нарушают целостность самого пакета. И также мы видим, что сами пакеты собраны за счет скобирования. То есть это говорит нам о том, что пакеты немного вдавлены и деформированы, а все это напрямую отражается на работоспособности будущего двигателя и влияет на его технические характеристики. Прежде чем мы перейдем к пакету статора, который был изготовлен нами на территории Совалмаш за счет использования собственного лазерного оборудования, давайте разберемся, из чего складываются технические характеристики любого асинхронного электродвигателя. Конечно же, первое, что учитывается, это расчет. Это расчет необходимой мощности, которая необходима в конкретном случае. То есть каждый двигатель рассчитывается под конкретную задачу. Это нормально, так было всегда и будет продолжаться. Следующий момент — это технология, с помощью которой собирается двигатель. Например, во всем мире сейчас используется либо тип обмотки звезда, либо тип обмотки треугольник. В нашем же случае это совмещенная обмотка славянка. Славянка увеличивает характеристики двигателей и делает их более эффективными. Для примера могу сказать так, что за счет применения технологии славянка в корпусе двигателя Е1 мы можем получить двигатель стандарта Е3. И это при тех же массогабаритных присоединительных размерах. Это уже колоссальная новость, скажем так. Но что еще влияет на технические характеристики будущего двигателя? Конечно же, технология, с помощью которой производятся составные части и элементы. Мы с вами уже разобрали то, что у нас есть собственная оснастка, у нас есть собственные катушки, которые наматываются непосредственно на территории Soval Masha. И теперь мы переходим к самому интересному. Это железная часть. Пакет статора стандартного двигателя вы уже видели. А теперь обратите внимание на пакет статора, который был изготовлен за счет лазерного оборудования на территории Soval Masha. Пакет более ровный, он не деформирован, нет никаких вдавленных частей. Сварной шов выглядит очень аккуратно и фактически все это поверхность образует одно целое. Это говорит о том, что мы не получим никаких незапланированных или нежелательных изменений электромагнитного поля, которое возникает при работе любого синхронного электродвигателя. То же самое касается и пакета ротора, который сейчас у нас не представлен. То есть стоит отметить, что мы живем в 21 веке. Технологии, которые сейчас используются для создания асинхронных электродвигателей во всем мире, на сегодняшний день являются несовершенными. Многие производители используют старые технологии, они используют старые мощности заводов. Нет технологий, которые кардинально бы изменили качество сборки, качество самих деталей. А мы в свою очередь применяем только современные методы сборки, современные методы расчета и все, что мы делаем, позволяет добиваться тех результатов, которые мы показываем. Причем показываем их регулярно. В наших видеороликах вы можете это видеть. Поэтому, отвечая на вопрос, для чего нужен инновационный центр проекта? Можно же сделать что-то в гараже, можно же сделать на текущем производстве, можно модернизировать существующий завод. Ответ простой. Нельзя модернизировать существующее производство, а мощностей в гараже не хватит и подавно. Банально. Для того, чтобы добиться тех результатов, которые мы получили сейчас с изготовлением этого пакета нам нужно было задействовать лазерное оборудование, которое довольно объемное, сложное и не дешевое. А в инновационном центре необходимо расположить огромное количество специализированной техники, наладить производственные линии для того, чтобы выпускать установочные партии, которые в дальнейшем будут показывать работоспособность нашей технологии и конкретной модели двигателя, которая была заказана нашими будущими клиентами. Поэтому, я думаю, вопрос на этом исчерпан. Ну а на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и не забудьте зарегистрироваться в личном кабинете проекта двигателя Дойнова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok